Всем привет! Сегодня я для вас подготовила такое немножко нестандартное видео, но по пятницам у меня всегда влоги или челленджи, что-то такое ненавязчивое, и я решила, почему бы не соединить несколько дней моих снапчатов и не загрузить их как целое такое видео. Мне кажется, получилось довольно неплохо, потому что многие, я смотрю, не очень понимают, что такое программа снапчата, я на нее так подсела, мне вообще очень интересно ее вести, и мне будет очень приятно, если вы будете меня там фоловить. В общем-то, программа снапчат – это программа, которая позволяет снимать целый день какие-то маленькие отрезки из твоей жизни, и эта программа, эти видео и фото отрезки скрепляют вместе, и получается такое, как целостная история целого дня. И эта программа дает возможность следить за текущими событиями, потому что то, что вы видите на ютюбе, это то, что было снято на прошлой неделе, или две недели назад, или вообще месяц назад. А это именно такое, как живое общение, и что мне очень там нравится, это то, что там можно отвечать на эти видео, и можно отвечать тоже с помощью видео. То есть я могу получать ваши видео-ответы на свои снапчаты. Это вообще очень крутая идея, мне бы очень хотелось бы так вот лично увидеть, кто меня смотрит, поэтому если я вас заинтересовала, то вы продолжаете смотреть, и вы узнаете, как приблизительно выглядит мой снэпчат. Сейчас, как обычно, смотрю своего любимого блогера, и смотрите, он выпустил 360 видео, то есть это видео, в котором вы можете сами крутить картинку на 360. Получается, вы смотрите видео, вот как обычно, они там что-то говорят, и крутите картинку как хотите. Круто вообще! Ютюб развивается в очень крутую. Каждый раз, когда на кухне что-то происходит, Сэмик обязательно приходит. А сейчас там греется мой супчик. Да. Сегодня у меня на обед чечевичный супчик. О нем, кстати, буду рассказывать в отчете в понедельник в своей диете. Он без картошки и без мяса. Самые лучшие конфеты на всем белом свете. Это черный шоколад с миндалем и с морской солью. Просто офигенные. И с кофейком. И что ты хочешь мне этим сказать? Что пора уже гулять? Гулять? Да? Сэмик! Ой, мне бы ваши проблемы, сэр. Каждый раз одно и то же. Сэмик, ко мне! Ко мне пошли гулять! Ко мне! Все, я ухожу. Пока! Кстати, кому интересно, мы каждый день сэмико приблизительно в это же время ходим по почтам. Я отправляю заказы симптом. Нифига не видно, но, в общем-то, да. Шесть часов, и я еду на свой антицеллюлитный массаж. Да, сейчас будет больно. Ужин обещает быть намного интереснее, чем я думала. Передай привет моим снапчатовцам. Привет, ребята. А-а-а, ням-ням-ням-ням-ням. Кто-то, по-моему, уже просто спать хочет. Да, укладываем, малыша. Мой ужин сегодня. Иди. Ням-ням-ням-ням-ням. Мы решили обмыть мое колечко новое. Никита. Спасибо. Мне очень нравится. Да. Вот так. Вот этот дракон самый-самый вкусный вообще. С авокадо. Что самое интересное, еще год назад я их терпеть не могла. А сейчас просто не могу наесться. Солос какой-то. Я на днях воспекла тыквенный шоколадный пирог. Надо будет еще с глазурью подумать, потому что глазурь какая-то неаппетитная у него по виду. А так вот. Доем вот этот и буду пробовать еще один рецепт. Немножко усовершенствую его. И мне кажется, его можно довести вообще до идеала. Будет офигенно вкусно. Как обычно, сейчас буду мотать по своим подпискам, выбирать, что смотреть. О, умотается новое видео. Да, вот его, наверное, сейчас и выберу. Кто-то сегодня получил долгожданную игрушку. И чувствую, мне придется сегодня конкретно убирать после тебя. После того, как я влезла в эти джинсы, не могу заставить себя их снять. Постоянно их таскаю. И прямо аж наслаждаюсь тем, как они на мне сидят. У меня такое впечатление, что когда начинается месяц массажа, я весь месяц хожу без макияжа, потому что на массаж с макияжем ходить просто вообще бессмысленно. Я откровенно пыталась несколько раз, но я после этого выхожу с такими вот черными глазами и просто вообще стыдно даже ходить. Блин, я такая сейчас злющая. Ладно, расскажу предысторию. Еще летом я заказала книгу в одном интернет-магазине. Этой книги не было в наличии. Мне девушка сказала, что они ее ждут в сентябре. Ну, ладно, фиг с ним, потому что книга очень такая как бы бестселлер. Я ей сказала, что я ее буду ждать. В итоге она мне позвонила вот только на прошлой неделе, что они получили книги. А я ее оплатила, кстати, на карточку им. И после всего этого они ее отправили с наложенным платежом. Я прихожу на почту, а мне говорят, что меня как бы требуют деньги за эту книгу. Я звоню им, говорю, мол, так и так, вы отправили книгу с наложкой, я ее уже оплачивала. Пожалуйста, снимите наложенный платеж. То есть сначала как бы абсолютно нормально с ними общалась. Они мне такие, ой, да, извините, в следующий раз делаем вам бесплатную доставку. Короче говоря, максимум в понедельник вы сможете ее забрать, а то и в субботу вы сможете. В итоге сегодня понедельник, и до сих пор наложенный платеж не снят. Но это еще не все. Он мне предложил второй раз оплатить эту книгу, то есть наложенный платеж оплатить, забрать книгу. И тогда, в общем-то, они мне вернут деньги на карточку завтра. Нет, я, конечно, все понимаю, но извините меня, вы наложали и предлагаете мне как решение проблемы два раза оплачивать заказ. Бред просто. Я уже приехала на массаж, сейчас жду своего честь. Сегодня у меня уже полдня ушло на подготовку вот этого вот видео. Завтра вы его сможете посмотреть. В нем я буду показывать свою повседневную кладку. Я уже около недели жутко хочу карри, но только вот сейчас у меня появилось время на то, чтобы его приготовить. Я уже готова. Ох, ням-ням-ням. Собственно, и сама книга, о которой я говорила, я, кстати, ее заказала еще до того, как начала работать с диетологом, поэтому мне было очень интересно. И хотя я уже и питаюсь по определенной схеме, мне все равно интересно, из-за чего, собственно, весь сыр-бор, из-за чего такой большой фолловинг у этой книги. Утро у меня сегодня будет довольно сложным. Во-первых, сейчас начну с того, что буду упаковывать вот это вот все по заказам Симплум, и здесь достаточно много. Также все это перед тем, как упаковать, я еще тоже фотографирую, добавляю в группу Симплум, для того, чтобы другие наглядно видели, что можно заказать и покинуть. А еще я сегодня запланировала снять два видео. Короче говоря, не знаю, как у меня это все получится. Ладно, буду приступать. И для меня, кстати, это тоже повод поглазеть и посмотреть, что бы интересненького можно было себе взять. Вот мне лично сейчас вот понравилась очень вот эта вот помада. Это оттенок Rebel. А еще я достаточно давно пускаю слюнки на вот эту палетку от The Balm, которая называется Manizer Sisters. И здесь у них три их бестселлера. И последние новости. Уже наконец-то можно заказывать с магазина Sephora. Вот, например, девушка заказала хайлайтер от Becca. Там, да, можно заказывать. Я, кстати, себя тоже решила порадовать. Еще ничего из этого не пробовала. Но сегодня как раз буду снимать видео. Я думаю, все из этого попробую. Ну, не все так. Посылки я, кстати, уже упаковала. Сейчас делаю перерыв на кофе и буду готовиться к съемке. Сегодня прям какой-то снапчат по косметосу получился. Вот попробовала я эти три хайлайтера. Мне больше всего понравился первый и последний. Средний это какой-то хайлайтовые румяна какие-то. И вот еще карандаш, кстати, от Giordano. Тоже офигенный. А этот запеченный хайлайтер от Elf вообще отстой. Он очень сухой. И вот он здесь. Его практически не видно. Это несколько раз я пробовала свой. Кстати, обратите внимание, все, кто знаком с маркой Beyond в Украине. Сейчас эти магазины проводят очень классные эко-акции. Все, что нужно сделать. Зайти на их страницу на Facebook Beyond.ua и сделать репост любой открытки с обещанием на 2016 год сделать нашу землю лучше. К примеру, я вот выбрала такую открытку, что буду контролировать расход воды. И если я сделаю репост, в магазине мне дадут подарок за этот репост. То же самое можно сделать в Инстаграме. Подписывайтесь на Beyond.ua Делайте репост любой открытки, которая вам понравилась. Приходите в магазин. И что самое приятное, абсолютно все участники этой акции получат подарки. То есть это будет не розыгрыш, а абсолютно все. Приходите, показываете репост, дают вам подарки. А вот, кстати, этот хайлайтер Эльф сейчас на мне, по-моему, очень так деликатно и красиво выглядит. Не хуже, чем Бека. Сэмик, я не поняла, ты сегодня будешь делать видео? Ты будешь вместо меня сегодня делать видео? Да? Я не против. Вот откройте. Сэмик, у нас сегодня тема про... Нет, он явно не заинтересован. Он говорит, сама снимай, я тут только твое место подержал. Фух, наконец-то я уже отсняла видео. Сняла сегодня два видео, которые вы увидите на следующей неделе. А сейчас опять пора возвращаться к работе. А еще мне очень-очень-очень прям нравится мой хайлайтер. Вообще так как-то круто и здорово выглядит. Как будто намного дороже. У меня в этих видео сияние просто такое. Из космоса, наверное, будет видно. Очень круто вообще смотрится этот хайлайтер. Я безумно думаю. У меня сейчас появилась идея. Я, скорее всего, выгружу все эти снэпчаты и сделаю из них влог. И завтра получится вот такое вот видео из снэпчатов, чтобы люди поняли, что это. Потому что я так поняла, что не все разбираются, что такое снэпчат и для чего он нужен. А на сегодня уже буду заканчивать. Надеюсь, вам нравится меня фоловить. У меня за несколько дней уже там 80 или сколько-то подписчиков. Очень приятно. Всем спасибо и до встречи в моем снэпчете и, собственно, на ютюбе. Пока! Я хочу сказать, что я сменила размер на минус один. Я вообще в это поверить, честно говоря, не могу. И вот, кстати, сегодня тоже достала джинсы, которые, когда я по сей день раз надевала, они на мне лопнули.